КПВВ на Донбассе – главная связующая артерия между оккупированными и подконтрольными Киеву территориями. Уже долгое время их работа нестабильна. Основная официальная причина – пандемия COVID-19. Украина и российские прокси ЛДНР не могут согласовать график передвижения людей в карантинный период. Со своей стороны Украина КПВВ открывает, но группировки ЛДНР стабильно создают препятствия, пропуская людей по определенным дням и по спецспискам. Несостыковка открытия КПВВ произошла и 10 ноября. Штаб ООС объявил об открытии всех пунктов пропуска на Донбассе, плюс два новых в Луганской области – «Счастье» и «Золотое». Открытие двух последних согласовали еще в Минской ТКГ в конце октября, но по итогу все КПВВ открылись в одностороннем порядке – украинской стороной. Все, что открыло для прохождения ЛНР – это пункт пропуска Станица Луганская, только при условии регистрации в своей списке и наличии прописки по месту назначения. А что касается Донецкой области, там группировка ДНР заявила, что пропуск людей продолжится только через КПВВ «Еленовка» в режиме гуманитарного коридора, который работает два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Все также обязательно зарегистрироваться в так называемом межведомственном штабе ДНР и дать согласие на госпитализацию в больницу для проведения обследования. Российская сторона срыв открытия КПВВ пока никак не комментирует, а позицию ее подопечных, так называемых администраций ЛДНР, в украинской делегации объясняют так. Они ссылаются на технический вопрос. Кто будет подцепать щебенку? Где будет разворачиваться автобус? И там всякие такие мелочи и глупости. Им представители области в глаза говорят на высшем уровне, что ребята, вы затягиваете время и проблемодируете получение людьми экономической помощи. И Россия фактически манипулирует этим вопросом сейчас. Она отошла от достигнутых ранее договоренностей, и теперь будет точно так же вести торги, пытаясь взамен на уже на самом деле согласованный вопрос на открытие КПВВ обменять что-то другое, может быть, конкретно в политической подгруппе в ТКГ. Тем временем Франция и Германия в совместном заявлении призвали Россию использовать свое влияние на сепаратистские группировки и открыть все существующие пункты пропуска на линии разграничения, чтобы люди не были ограничены в получении социальных выплат и в использовании гуманитарных услуг. Украинская делегация в ТКГ в блокировании пропускной системы российской стороны также видит попытку торга за политический блок вопросов. Тем более, что на полях Минской группы сейчас активно ведутся переговоры по плану шагов по Донбассу, или, как его называют в Украине, план Кравчука, который разработала украинская сторона и который, по мнению Офиса президента, дает все необходимые условия для прекращения войны на востоке Украины и проведения выборов в Ордло уже весной 2021 года. Этот документ широкой общественности еще не представлен, его содержание в общих чертах озвучил только глава украинской делегации в Минской ТКГ Леонид Кравчук. Первое, что мы предлагаем сделать, прекратить обязательно вооруженный конфликт и провести обязательно полную демилитаризацию Ордло. С этого нужно начать. То есть все вооруженные формирования, наемники, вооружения, все должно быть выведено с этой территории. Незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года. Также известно, что в плане по Донбассу есть пункт об обмене пленными в декабре и взятии под контроль Киевом участка российско-украинской границы. Кроме того, Верховная Рада должна будет принять закон про особенности проведения выборов в отдельных районах. Параллельно Кравчук предлагает обсудить в ТКГ и принять в Раде некий закон об ответственности, то есть кого судить за преступления в ходе войны на Донбассе. По словам Кравчука, в плане шагов будет учтено мнение всех сторон, в том числе и ранее предложенного плана кремлевскими прокси, чтобы на переговорах удалось прийти к консенсусу. Пока план на стадии обсуждения на минских заседаниях и создать итоговый компилятивный документ для дальнейшего рассмотрения, должны представители ОБСЕ. По мнению политического аналитика Марии Золкиной, украинский план Кравчука вполне реалистичен, но одна из проблем – это время, отведенное на его реализацию. А принципиальные для Украины пункты по контролю над границей, демилитаризации и выводу войск, которым, по мнению политолога Владимира Фисенко, не хватает детализации и проработки, как они будут выполняться. На мой взгляд, план Кравчука все-таки был таким, скорее, пиар-ответом, можно даже сказать, пропагандистским ответом на такой же, еще более пропагандистский план, который сепаратисты предложили в середине октября. Там, где речь идет о демилитаризации, например, надо приглашать специалистов по административной логистике, военных, естественно, потому что, например, должны быть определенные пункты, которые нужно разворачивать, где бы происходил процесс сдачи оружия. На мой взгляд, здесь нужно думать о вариантах переходной администрации с участием представителей международных организаций. Разоружение незаконных формирований и вывод войск – приоритетные пункты украинского мирного плана, только после выполнения которых можно переходить к теме выборов на временно оккупированных территориях. Но в Кремле так не считают. Его представители всегда настаивают сперва на политическом блоке, раскритиковали план и в этот раз. Охарактеризованы нашими переговорщиками, как полностью подрывающие минские договоренности, преследующие одну единственную цель – любой ценой ничего не делать, но собраться на новый саммит в нормандском формате. В украинской делегации отмечают, что из-за череды обвинений от Кремля очень сложно прийти к конструктиву в переговорном процессе. Ничего конкретного не говорят. Ваши предложения нарушают это. Покажите, где конкретно вошать. Ничего не могу сказать. Но в то же время конструктивно на все эти темы говорят. Понимаете, да? То есть шизофрения какая-то. Полное ощущение войны в башен Кремля. Два разных нарратива заходят из уст одних и тех же людей. И уже в пятницу, по информации Офиса президента, Украина, Германия и Франция провели видеоконференцию при участии политических советников лидеров нормандской четверки. На ней обсуждался представленный Украиной план действий по реализации минских договоренностей, который западным партнерам представила Украина. Теперь над этим документом будут работать экспертные группы в Берлине при участии стран нормандского формата. И, по словам Андрея Ермака, план шагов может стать основой разработки дорожной карты, которую после могут утвердить на наивысшем уровне в нормандском формате.